Сергей Кужегедович, добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги и товарищи. 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 Я хочу признаться, что переживал сейчас волнительный момент, потому что Россия занималась созданием принципиально нового ракетного комплекса «Ангара» на протяжении 20 лет. В 90-е годы и в начале нулевых годов финансирование было, можно сказать, символичным. Работы велись в вяло текущем режиме и в основном занимались не окрами. Но начиная с 2002-2003 годов, когда вы посещали космодром Плесецк, были приняты все принципиальные решения о целевом финансировании Министерством обороны создания универсального комплекса «Ангара», я имею в виду ракеты-носителя лёгкого, среднего, тяжёлого класса, а также начались работы непосредственно на Плесецке по созданию новых стартовых позиций, нового стартового стола. За это время были сотни совещаний и на Плесецке, и в Министерстве обороны, и непосредственно в центре Хруничева. Были жаркие споры, как это всегда бывает при создании такого нового сложного комплекса. Споры по срокам, по деньгам, вам это хорошо известно, но в конце концов мы вышли на прекрасный результат. И считаю, что Россия с сегодняшнего дня обладает не просто «Ангарой», а возможностью выведения практически любых полезных нагрузок, как в интересах Министерства обороны, так и гражданских космических аппаратов с национальной территории. Используя современнейшие технологии, двигатель у нас кислород керосиновый, экологически чистый, и все основные элементы комплекса, включая электронно-компонентную базу, российского производства. Это к вопросу об импортозамещении. Я очень рад и хочу всех поздравить с этим событием. Спасибо. Уважаемый Сергей Кожугедович, Александр Валентинович, Сергей Борисович, уважаемые товарищи, друзья, коллеги, со своей стороны тоже поздравляю вас с успешным пуском. Как и планировалось, сегодня проведён первый испытательный пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-5А». Действительно, для нашей ракетно-космической отрасли, да, пожалуй, и для России в целом, это большое, очень важное событие. Напомню, что 9 июля этого года успешно стартовала лёгкая ракета-носитель «Ангара», и таким образом мы последовательно реализуем большую, масштабную, общегосударственную программу. Сейчас коллеги только что об этом говорили. Программу, которая фактически открывает новый этап в освоении космического пространства. В тяжёлой ракете-носителе «Ангара-5», как было сказано, применены самые передовые технологии, и с её помощью гарантированно можно выводить на любые орбиты действующие и перспективные космические аппараты, причём как военного, так и экономического, научного назначения. В частности, Сергей Кожигедович уже об этом сказал, они предназначены для системы предупреждения о ракетном нападении, разведке, навигации, связи и ретрансляции. Тем самым мы серьёзно укрепляем безопасность России. Отмечу, что все детали и узлы «Ангары», об этом тоже уже говорили, российские. В её разработке применены передовые технологии, полностью соответствующие современным стандартам, в том числе и экологическим требованиям. Это заметно снижает нагрузку на окружающую среду. В дальнейшем эти ракеты будут запускаться с космодрома Плесецк и сменят своих предшественников «Протон-М» и «Рокот». Благодарю всех участников сегодняшней работы, инженеров, конструкторов, испытателей, военнослужащих. Вы подошли к выполнению поставленной перед вами задачи со всей ответственностью. Своим успехом показали, что Россия остаётся одним из признанных мировых лидеров в освоении космического пространства. Вы хорошо знаете, что впереди у вас ещё много работы. В течение ближайших пяти лет, а окончание опытно-конструкторских работ планируется к 2020 году, так вот в течение ближайших пяти лет, начиная с будущего года, предстоит провести ещё целый ряд пусков ракет-носителей разных классов. Уверен, что работа будет проделана с такой же ответственностью, как и этот этап, и мы выйдем на новые рубежи в освоении космического пространства. Большое вам всем спасибо, поздравляю и желаю всего доброго в наступающем 2015 году. Спасибо.